Сегодня я вам покажу, как вытянут волосы на фен, даже если они у вас супер пористые, такие как у меня, и какими средствами я пользуюсь. Первым этапом мы, естественно, моем голову с маской или бальзамом, и средства, которые я использую, это Glisskur от SchwarzCorp Spray и масло Matrix. Дальше еще важным моментом является фен, он должен быть мощным, у меня кофе-фен, и это самый мощный фен в мире, и я использую Tangle Teaser и круглую расческу от Olivia Garden, вы в целом можете любую использовать, но обязательно круглая расческа. Итак, на первом этапе самое важное, это мы подсушиваем корни, потому что к корням будет очень сложно подобраться к круглой расческе, и вы видите, как проявляется моя натуральная структура на волосах, то есть они у меня очень-очень пористые от природы, и что бы я с ними не делала, но они у меня всегда такие будут, поэтому этот вариант отлично подходит для девчонок, у кого пористые волосы от природы. Визуально мы разделяем волосы на три части, и начинаем мы с затылка, то есть отделяем вот такую вот кипу волос, делим на три секции визуально, и начинаем работать с затылкой, вверх мы закалываем крабиком. Проборный должен быть идеально ровный, главное просто, чтобы вы могли вот эту часть качественно выпрямить. Наносим спрей по длине и масло на кончики, для того, чтобы сам процесс выпрямления, он не вредил волосам, и для того, чтобы вы не вырывали лишние волосы. Прочесываем всю длину расческой, тангл тизером, и сейчас делим на две части, и ставим расческу снизу, а фен всегда у нас должен быть сверху, и по направлению вниз мы начинаем сушить наши волосы. Это нужно для того, чтобы благодаря теплому потоку воздуха, да, кутикула наших волос, она приглаживалась и была такой более прямой по структуре. И как мы видим, волосы у нас уже выпрямились, и дальше мы переходим ко второй стороне. Сначала ставим под низ расческой, дальше уже включаем фен, и обязательно дотягиваем до концов, то есть здесь я специально не перематывала, чтобы вы просто посмотрели, как это выглядит. Температуру не обязательно ставить самую горячую, я обычно сушу на среднем, безусловно, можно и на холодный так высушить, но, конечно, эффект будет намного слабее. И вот так вот попрядно мы стараемся сушить, и обязательно дотягивать все до концов, потому что концы имеют свойство быстро высыхать и потом крутиться. Очень важно уделять внимание тому, чтобы просушить все волосы, потому что если вы станете их полу такими влажными, да, то они потом в конечном итоге закрутятся, и все ваши усилия будут на смарку. Дальше мы отделяем вторую часть волос, вторую часть волос намного легче в целом отделить, да, потому что волос просто уже меньше будет оставаться. И теперь мы отделяем сухие волосы от мокрых, сухие я закидываю назад, а мокрые вот дальше начинаю прочесывать вместе со спреем и с нанесением масла на кончики. Я не боюсь абсолютно прочесывать волосы в влажном состоянии, лично мне так удобнее и легче это сделать, тем более для такой прически это must have, что волосы должны быть хорошо прочесанными. Безусловно, девчонки, у кого прямая структура, прямые волосы от природы, они не поймут всей этой рутины, но для тех, у кого пористые волосы, я вам рекомендую делать именно так, потому что если вы просто посушите волосы феном и, допустим, оставите их как есть, то, к сожалению, они будут очень сильно кучеряются, это выглядит не очень красиво и не очень аккуратно. В общем, девочки, вот так выглядит реалистичный результат после сушки феном, нужно понимать, что структуру волос можно изменить только химическим путем, если вы не хотите этого делать или планируете как-то перекрашиваться в будущем, то выход сушить на фен это просто суперспособ для того, чтобы остаться и с волосами и при этом иметь прямые волосы. Почему я в целом говорю сейчас про реалистичный результат? Потому что очень многие девушки с прямыми от природы волосами, они там начинают писать, что ты там вот где-то ты там не дотянула, где-то там есть пушистость и так далее, девочки, из той структуры, видите, как у меня кучеряются волосы, из той структуры, которая у меня есть, тот результат, который я покажу в конце, я считаю, это просто суперрезультат. И опять же, очень многие люди считают, что пористые волосы это признак неухоженности, на самом деле нет, это просто, ну, как бы данность, которая у нас есть, да, там, которая, ну, такая же, как цвет кожи или цвет глаз, да, это то, что у нас есть от природы, поэтому мы ее можем просто благодаря вот таким вот ухищрениям в виде сушки на фен и на расческу и волосы держать в здоровом состоянии и при этом иметь красивую прическу. То есть я специально не перематывала те моменты, где у меня волосы вот сверху, да, как сейчас на этой стороне начинают где-то крутиться, чтобы показать, как это реалистично будет в итоге, как с этим справиться. Вот, я уже досушила одну сторону, вы видите, что у меня в лице немножко завелись волосы, я вам сейчас покажу, что можно с этим сделать, вот, потому что пока вы сушите волосы феном, да, то верхняя часть, она немножечко, ну, подсыхает, и, соответственно, кучеряшки там более сильные. Поэтому вот видите, что сейчас у меня часть, это не идеально прямая, поэтому я снова обильно сбрызгиваю спреем, расчесываю для того, чтобы спрей распределился по всей длине, для того, чтобы было удобно его второй раз вытянуть. И снова мы включаем фен на среднюю температуру, тут я сделала видео на быстрой перемотке, чтобы просто вас не утомлять одними и теми же движениями. И вот такой вот результат у меня получился после того, как я уже вытянула все волосы. Я считаю, что для моей структуры это суперрезультат, и это отличный способ иметь гладкие волосы на несколько дней, если вы не желаете каким-то образом вытягивать свои волосы, да, там, с помощью кератина, ботекса. Иногда это просто невозможно сделать в силу, там, большого повреждения волос. Вот. И вот так выглядят мои волосы, я очень довольна результатом, и немножко попозже я вам покажу, как выглядят волосы сзади, да, потому что очень важно еще, как они выглядят сзади. Вот так они выглядят, как вы видите, более светлая часть это остатки моего блонда, более темная часть это те волосы, которые я уже красила с нуля. И для сравнения, до и после, вот моя натуральная структура волос, волосы, конечно, выглядят намного хуже, чем в вытянутом состоянии, и я считаю, что это реалистичный результат, который я показываю на каждый день, потому что, ну, до идеала дотягивать волосы утюжком я не хочу принципиально, потому что сейчас я нахожусь в процессе отращивания волос. Девочки, помимо тех продуктов, которые я показывала в видео, хотела показать вам свои находки для пористых волос, точнее, для волос, которые, ну, средства для волос, которые сильно уменьшают пористость. Первое, это бренд Enembre, в Украине он супер популярный. Вот, это итальянский бренд, я считаю, что цена в целом вполне оправдана, но лучше брать вот такую литровую версию, то есть у них есть 250 мл, есть литровая. Что делает эта маска? Эта маска вообще для блонды, очень часто она подается как отдельная процедура, но в домашних условиях ее тоже можно использовать. Супер утяжеляет пористые волосы до такой степени, что они очень легко вытягиваются на фен. Второй мой любимчик, который, ну, это упаковка, которую я уже покупаю не первый раз, это средство от L'Oreal, Mystic Oil. Вот, и очень классно распутывает вообще там любые ваши колтуны, которые образовались, хорошо вытягивает на фен, волосы несколько дней остаются прямыми. Масло, которое я люблю и беру с собой постоянно в поездки, это от Kerastase, вот такой вот хронологист, черненькая, очень классная. Пользуюсь уже не первый раз, ну и, конечно же, моя самая любимая маска, это Matrix Total Treat, она сильно утяжеляет волосы, в общем, не обращайте внимания, что она такая грязная. Это маска, которую я уже, наверное, промотирую бесплатно на ютубе лет пять, очень ее люблю, реально очень крутая. И последняя средство, которую я уже один раз показывала, но это вот такая маска-кондиционер, но скорее она по консистенции как маска от Biolash, тоже очень питает волосы, и, соответственно, они супер легко вытягиваются потом.